Привет всем моим зрителям. Нижний Амур. Путина 2019 продолжается. И вот вести с полей. Колхоз Ленинец, поселок Иннокентьевка. И все это под обществом с ограниченной ответственностью ООО Рыбоперерабатывающий комбинат Восточная. Спецкоры постарались. И для авторского канала Роман Зайцев живу на ДВ. Периодически высылается медийный материал, включая жизнь, бытность, которая там происходит. И включая моменты трудоустройства. В том числе трудовой договор, который заполняется без даты. Вписывается только фамилия, имя, отчество. В том числе и сбор личных данных, на которые также дается расписка, что человек доверяет пользоваться этим данным даже третьим лицам. И все прочее в том же духе. Включая, в общем-то, уже заявление на увольнение фактическое. То есть без даты уведомления о расторжении трудового договора. Поставить можно любую дату. Допустим, хотим человека уволить сегодня. Поставили дату двухнедельной давности. И все, и человека ставим перед фактом. Вот все, ты подписался, а мы тебя уведомили, поэтому увольняем. Ну, кроме всех, как бы, несправедливостей, да, возможных, люди работают. И даже есть положительные моменты. А почему, вот, мы вчера писали заявление, да, как он называется, договор этот. Дело в том, что там налоги уплачиваются, да. Предприятие платят, вы не платите. Не, это понятно. А вот я хотела, вот, допустим, вчера дать три свидетельства о рождении ребенка. Почему это не вносит? Потому что вы получаете чистую зарплату. Платим предприятие. С вашей зарплатой мы не удерживаем НДФЛ, поэтому нам эти вычеты не нужны. Нас платят 13%. С вашей зарплатой эти 13% не вычеты. Ничего не трогаем с вашей зарплаты. Вообще, вы получаете заработанную вашу зарплату. Все предприятие платят. Ясненько. Все платим. Колхоз Ленинец, поселок Иннокентьевка. 4 тонны рыбы за 3 недели ожидания.